Как вы можете видеть вон там, Dog and Cat, там продаются живые домашние питомцы. Пойдемте глянем. Для них вот клетки есть отдельно, продаются. Товары для них разные, подгузники, ремешки всякие, ошейники. Ну и сами зверюшки. Стоит, правда, блин, дохренища. Вот, итоговая цена. Со всеми справками, со всеми. Выиграет. А вон собачка, белая, необычная белая собачка. Вот она, самая дорогая здесь, одна из самых дорогих, 412 тысяч. Есть, конечно, вон еще за 450. Блин, за собаку почти полмиллиона отдавать, это, конечно, да. Ну, что поделать, такие цены, блин. Честно, не силен в модификациях этих собак. Что за модель, не знаю. Ну, такие прикольные играют. Кошки всего вот три, по-моему, да. Тут больше нету кошек, да. Вон, спит, отдыхает. А, вот. Их называют, вот эту я не знаю. Бритиш. А, это Бритиш, да? А вон та верхняя, верхняя называется русская, вот эта, русская собору. Серьезно? Я даже не знаю таких, ну, как бы, ни разу не видел, вот, ни у кого таких кошек. Редкая. Ну, вот она. Это девочка. 364 тысячи итоговая цена. Ну, конечно, здесь бы дороговато. Есть, есть магазин, типа, Хомес называется. Типа такого же. Вот в нем продаются кошки и собаки гораздо дешевле. примерно где-то за 80-120 тысяч можно взять. А здесь, ну, дороговато, дороговато. Я бы не стал брать здесь кошку или собаку, но просто это надо просто ехать, возможно, еще дальше. Поэтому здесь единственный магазин такой в округе, где продается животное. Поэтому и цены задрали такие большие. Ну, кстати, здесь вот продаются также и рыбы. Есть также здесь, кстати, отель, парикмахерская для них, для домашних животных. Рыбки, разные хомячки и тому подобное. Видите? То есть все для дома, здесь реально все для дома. Не то, что, как вы говорите, там, вот, мол, у нас тоже в России такое есть. Я не встречал, вот, серьезно, чтобы и зоомагазин был, и товары для дома, и для сада. То есть, ну, честно, в России я такого не видел. Вот здесь, видите, кто тут у нас обитает? О, шиншилла или это тушканчик? Ни фиг знает. Пугая. Кто тут есть? Мыши. Надо сейчас снимать тут, как говорится, понятно. Мы же не будем сейчас делать обзор по всему животному миру, который здесь продается. Ну, прикольные такие, типа неона. Светятся такие рыбки. Также вот и товары здесь и для рыбы, для всего продается. То есть, не отходя от кассы, можно прям купить все. Не только рыбок, и по уходу, и аквариуму, и все-все-все. Здесь вот типа спорт-товары, видите? Ну, небольшие отделы, да, но зато есть все. Ну, скажем так, первая необходимость, то, что вам понадобится для занятий спортом, здесь есть. Это типа коврики, какие-то там майки там для занятий спортом, грузы, если вы там бегать любите, гантели, все-все-все. То есть, такого плана вот очень удобно. Пришел в магазин, тут тебе и спорт-товары, тут тебе и питомцы там, что-нибудь для питомцев, тут тебе и дом и для дома, и какие-то бытовуха, бытовая техника, и холодильники. И книги, и DVD. Вот здесь продаются магнитофоны, радио, телевизоры, уже поменьше. DVD-диски, батуты. Блин, что только нет. Вот для кемпинга, видите, есть барбекюшницы, чтобы жарить здесь какие-либо вещи. Очень удобно, если у вас рядом с домом есть место, куда это можно поставить и жарить. Но если этого нету рядом с дому, то придется искать раскладной. а их не так много в Японии складывающихся мангалов. Ладно, пойдем дальше. Здесь канистра для воды. Это уже для кемпинга вот все. Начиная, здесь вот уголь можно взять. Есть такие брикеты, есть там, кстати, мешки большие с углем. Я иногда покупаю уголь в стоеннике. Там за стоен можно 500 грамм угля взять. Здесь, возможно, даже будет дешевле. Можно глянуть, кстати. Так как у нас в России заведено ходить на шашлычки куда-нибудь на барбеки-площадке, то купить большую упаковку угля будет, я думаю, выгоднее. Правда, везти ее будет не очень удобно, поэтому лучше покупать небольшие. Вот типа такого. 3 килограмма за 400 иен это уже выгодно, потому что если бы я покупал 3 килограмма у себя в магазине, я бы заплатил 660 иен. Ну, газовые плитки, естественно, но на газу это не то. Вот на углях совсем другое дело. Ладно, пойдем дальше. Что тут есть еще? Маски. Вот спорттовары также. Мечи разные, сетки. для настольного тенниса. Такие валанчики вон продаются. Мечи для тенниса. Бейсбольные мечи, тренировочные. Кстати, и битые вот так же. Начального уровня, это же не профессиональный магазин. Для начала и это сойдет. Не надо заморачиваться и покупать сразу дорогие вещи. Попробовать и этого хватит. А потом можно уже для себя решить, может быть, что-то взять получше и подороже. Это вот для автомобилей, для мотоциклов. Вот шлема так, кстати, тут продаются. Вот кто-то у меня спрашивал, да, это вот когда на экзамен по мотоциклам приходить со своим шлемом, вот даже можно здесь купить шлем в хоум-центре. Самый недорогой вот такой вот за 5000 йен. Для экзамена хватит, потом себе купите уже нормальный шлем. И всякие замки есть. Это здесь освежитель воздуха для автомобиля, для туалета, для ванны, коврики, тапочки. также вот такого плана интересные типа мочалки или как сказать тряпки для протирания полов. Что у нас тут еще есть? Сумки вот для ноутбуков, зонтики, сумки, что тоже выгодно. Пришел сразу себе взял какую-нибудь сумку, рюкзак или что-то еще. И не надо по всему городу бегать, искать какие-то магазины именно по продаже только сумок или вот тех же самых чемоданов. Выгодно и удобно. Ну сколько вот за такой чемодан? 6500, побольше 14, 17. Нормальные цены? Что? Также есть вода, прям сразу блоками продается. Алкоголь, чипсы, закуска, это уже для барбекю также. Многие покупают, сейчас сезон ханами. Сейчас сезон ханами, все хотят пойти на природу куда-нибудь под сахурой посидеть, отдохнуть, но, к сожалению, из-за эмержен ситуации, из-за ЧС, мы не можем пойти в парк, потому что больше двух человек в парке, это уже толпа, и разгоняют людей. Барбеки площадки тоже закрыты, поэтому, к сожалению, только где-то по одному, по два собираться, но это вообще не вариант. Или где-то ехать, где людей нету, безлюдные места, но это надо поискать, поэтому, к сожалению, так. Кстати, цены здесь на товары небольшие, как мы видим, в пределах 100 йен стоят. Небольшие бутылочки, побольше, стоят где-то 190 йен. Также здесь чай, что-то еще. Как сказал я уже до этого, тут также товары для именно домашние, для дома, небольшие планы. У меня вот жена любит циккуленты, вы, может, знает кто-то. Это вот такие вот небольшие растения с твердыми такими листками, которые не гнутся, что-то типа такого. И стоит оно здесь тоже недорого, за один горшочек 200 йен, ну, то есть 100 рублей. Ну, не знаю, сейчас наверное 150. разного вида вот разного рода цветочки. Они есть с цветочками, есть без цветочков, то есть тут зависит от типа. Я в этом плане тоже не особо специалист, поэтому не могу ничего сказать, просто показывают, что есть, как говорится, а там вы сами решаете, нужны ли вам эти растения, ехать ли в такой магазин или нет. Такие домашние, это все, это домашние растения для дома. Есть некоторые, конечно, и для улицы, можно прямо на улице поставить. Такого плана, это, я думаю, известное растение. В России очень много кто ставит их в офисы, еще куда-то. Ну, также небольшие пальмы такие. Это настоящие пальмы, это не фейк какой-то. Настоящая пальма, живая. видите, даже воском заделано, все как бы живая пальма. Йокка она называется. Вот она, Йокка. А это у нас что? Пакера. Пакера. Благо на катакане пишут удобно читать, не надо с этих канжи переводить, правильно? Я думаю, те, кто изучает катакану, хирогану, они могут спокойно прочитать любые названия уже на них, поэтому для вас не составит труда это сделать. Также есть там разные фикусы тоже здесь. Для дома прям хорошо, здесь можно купить какой-нибудь интересный цветок или растение, которое будет вас радовать и делать вам, генерировать вам новый кислород, чтобы мозг лучше работал. Также есть алоэ здесь, алоэ вера название называется да. Ну и также суккуленты. В Японии они очень популярны, есть некоторые даже люди, кто делает специальные композиции из разных таких вот суккулентов. Получается очень красиво, там с камешками, со всякими фигурками, это прям целое искусство. Ну кактусы, если кто любит тут кактусы прям, тут кстати достаточно большой выбор кактусов прям вот видите уже с цветами цветут очень красиво видно, да. Мне нравится тоже кактусы некоторые необычные такие вот такого плана, где много деталей таких прям они классно выглядят. С этой стороны вот другие кактусы видите. Ну вот как я уже говорил есть вот такие маленькие композиции есть маленькие есть большие там где кактусы без кактусов прикольно выглядит вот типа такого тоже необычный кактус видите с черными иголками или вот такой вот дикий такой есть на что посмотреть и есть из чего выбрать поэтому если у вас есть такой магазин недалеко от дома или от вашего города я рекомендую вам его посетить поверьте вы здесь найдете много интересных вещей даже есть искусственные искусственные суккуленты всякие растения видите выглядят как живые хрен отличишь ну на улице куда-нибудь ставить такие можно вот даже есть такие в горшочках тоже резиновые искусственные даже есть такие фигурки собачек в общем что только нет как я уже говорил даже семена есть если вы рассаду делаете себе в доме кукуруза эти бобы это у нас кабачки тут тыквы томаты арбузы что только нет вот кстати есть такие большие даже растения тоже суккуленты они конечно подороже стоят но есть даже вот со скидкой 30 процентов сколько она 1400 минус 30 это у нас почти за тысячу выходит да нормально неплохо можно купить вот такой вот магазин децу если он у вас есть рядом с домом или подобные хом центр магазины я рекомендую вам их посетить поверьте вы не пожалеете и найдете там кучу интересных товаров для дома или для сада для огорода тут можно найти практически все и это это не реклама данного магазина я в нем сам покупаю иногда некоторые товары естественно оно стоит гораздо дешевле чем если бы я купил где-то это в большом супермаркете где-то в городе или в моле поэтому рекомендую для посещения и сами посмотрите заедьте если у вас есть найдите на карте какой-нибудь кейюдицу или те же самые хомес подобные магазины заедьте гляньте и поверьте вы не разочаруетесь ну вот и все что я сегодня хотел вам рассказать надеюсь вам понравилось если у вас остались какие-либо вопросы обязательно задавайте в комментариях если вам понравилось не забывайте подписываться ставьте лайки делитесь этим видео с друзьями а также нажимайте на колокольчик и ставьте все уведомления чтобы не пропускать новые видео о Японии и не только ну а с вами был Дэн до новых встреч пока